Он был подарен Хакимом, жителям С-1. Ждем сейчас в дирекции Хакимята даты до встречи с жителями, с активистами. По каким причинам, ни ради никаких строек и прочего уничтожать зеленые зоны просто недопустимо. Продолжение следует... 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 Все работало. Вечером здесь собиралось очень много пожилых людей, мам с колясками, детвора. Потом вдруг все это начало потихонечку хереть. Вечером здесь собираются с конкурсом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это зона рекреации. Это не развлекательный парк, где должны быть аттракционы. Это именно зона рекреации. Кроме того, это городская экосистема, которые должны существовать в городе. У них есть определенное назначение функциональное. То есть это именно поддержание биоразнообразия. И они также служат остановке при эмиграции отставших птиц. Это очень серьезный момент. И по каким причинам, ни ради никаких строек и прочего уничтожать зеленые зоны просто недопустимо. Субтитры создавал DimaTorzok В 2001 году он был подарен хакимам. Есть памятный камень, если вы посмотрите и можете, сняли уже, да. Жителям С1. Эти деревья очень важны для нашего дыхания. Особенно сейчас это актуально в период ковида. И вырубая деревья, мы создаем еще больше пыли, что создает благоприятные условия для распространения ковида и для тяжелого течения ковида. Поэтому каждое дерево сейчас должно быть на счету. У нас вот такой вот здесь небольшой скверик, парк. В это место, в этот небольшой парк, вот вы, наверное, видите, товарищи зрители, хотят засунуть вот сюда 22-этажное здание, а вот сюда 16-этажное здание. Субтитры создавал DimaTorzok Вторая статья, по которой в гражданском кодексе, это обязательная. Любая стройка, которая возникает вот в таких местах, она обязательно подлежит обсуждению с местными жителями. Такого у нас не происходило. Нам все время говорят, ну 5-6 человек, это не общественное обсуждение. Хорошо, мы сделали в письменном виде. И тем не менее ответа нет. А организации, которые отвечают за порядок в городе, нам непонятно. Однозначно, однозначно. Первый приоритет это озеленение всего, значит, всей этой площади после водоэсплуатации. То есть плотность засадки деревьями и другими насаждениями, она будет очень высокой. Для нас самих это является главным приоритетом. При благоустройстве всей территории, значит, обязательно будет проведено самую современную систему освещения данного участка, благоустройство. Данный участок мы при разработке проекта обязательно делаем доступным для всех. То есть никаких ограждений, никаких заборов, никаких препятствий для пересечения данной местности ни для кого не будет. Мы, значит, при обсуждении ждем сейчас дирекции, какими-то даты, встречи с жителями, с активистами, где мы можем совместно представить сам проект, показать, значит, визуально, да, как мы видим, будет реализовано по нашему плану этот объект. Выслушать мнение людей обязательно, комментарии, обратную связь. Возможно, есть какие-то моменты, где сами жители подскажут, что именно какие-то, может быть, объекты или же какие-то вещи мы можем дополнительно там установить. Может быть, есть какая-то надобность в тех или иных зонах специальных, да, там, я знаю, для детей, еще для чего-то. Поэтому мы готовы все это обсуждать, прийти к какому-то общему мнению. Понятно, что вопрос зеленых насаждений, он стоит приоритет, и поэтому наше видение такое, что мы обязательно при начале работ на земельном участке с представителями активистов составим полностью акт, опись всех зеленых насаждений, которые будут пересажены. Приоритет, опять-таки, это пересадка. И даже почитаем, опишем деревья, каких видов, кусты это или еще что-то. В общем, будет полностью составлен опись по количеству и так далее, подписано обеими сторонами. И, значит, мы берем на себя обязательства, мы можем это тоже письменно зафиксировать, какое количество зеленых насаждений, в какой пропорции, в каких видов мы берем обязательства себя обратно высадить. Как на этом участке, так как на этом районе, так и в дополнительно в каком-то другом районе, где нам хакемиат отвердет место. Сегодня Келетоман студия, который продолжается, в этом году мы узнаем, что мы узнаем, что мы узнаем. Добрый вечер. Прежде всего, позвольте поблагодарить за организацию данной встречи. Я, конечно, не ожидал, что сразу будет такой формат. Думал, что у нас будет сначала встреча, такая чисто рабочая, где мы познакомимся и выслушаем друг друга. Но, в принципе, здесь как раз таки тоже, наверное, хорошая площадка для того, чтобы открыто и прозрачно обсудить все вопросы. Да, действительно, тема сегодняшнего вечера – это строительство административного здания на участке, на пересечении, значит, проспекта Мустаркелик и Абдулла Кадыри. Здесь, значит, я хочу сказать прежде всего, что еще в феврале 2019 года был заключен инвестиционный договор между нашим главным банком, Народным банком Казахстана и Хакимиатом о реализации инвестпроекта по строительству административного здания в рамках Мирзо-Лубек Бизнес-Сити. Как вы знаете, данная программа по Бизнес-Сити, она давно уже анонсирована в Республике и идет его реализация полным ходом. Первые плоды уже видны, как все горожане и, в принципе, по всему миру уже знают о запуске Ташкент-Сити. В принципе, это все продолжение всей вот этой инвестиционной истории. Вот, по, значит, самому участку, данный участок, да, нам действительно был выделен, он, как мы понимаем, был определен в качестве одной из локаций Мирзо-Лубек Бизнес-Сити, нас пригласили в качестве инвесторов. Мы очень долго думали, рассматривали вариант, потому что изначально в планах не было, пока первые, там, несколько лет деятельности в Узбекистане строят здания. Но в рамках, значит, потом уже инвестиционной деятельности было принято решение все-таки приинвестировать, дать тоже сигнал хороший и другим инвесторам, что, в принципе, проекты можно осуществлять. И было принято решение об инвестициях в этот проект, там, порядка 55-56 миллионов долларов США, пока вот идет такой бюджет. Здание 20-этажное, по всем, ну, проектируется, по крайней мере, по всем там современным требованиям, с применением самых современных технологий, энергосбережающих технологий в том числе. Вот, долгое время шел процесс, действительно, там, подготовительный, согласование, очень много технических вопросов было, изучали все варианты. Вот, но сейчас мы пришли к точке, когда, действительно, нужно вопросы обсудить и с общественностью, и с жителями города. И, как вы все видите и знаете, работа не начата. И, в принципе, мы пока не договоримся, ну, не найдем согласия, какой-то компромисс с жителями. Здесь представители, которые в студии сидят, но и если есть другие, значит, жители, которые тоже хотят быть услышанными, мы готовы со всеми к диалогу. Спасибо. Спасибо. Единственное, сейчас, перед тем, как дать слово, Аслана, я посмотрел сейчас ваш ролик, там деревья слишком уж большие, это, это как-то... Ну, как бы, да, рисунок выполнен, там, графическим, на компьютере. Да, действительно, это все, там, целевая картина, которую мы для себя, там, строим, мы даем задания, соответствующие нашим подрядчикам. Но, опять-таки, здесь не идет вопрос, там, то, что мы возьмем очень-очень молодые саженцы, где-то их посадим. Наш подход такой, что мы уже ведем переговоры, там, с рядом питомников города Ташкента, именно по приобретению уже взрослых деревьев. И с теми качествами, которые дают быстрый рост, в принципе, такие нам деревья уже были презентованы. Но, опять-таки, мы еще пока не двигаемся, пока не найдем общий компромисс с представителями общественности. Спасибо большое. Пожалуйста. Добрый вечер, студия. Я рада всех приветствовать вас здесь. Мы выступаем сегодня в лице, как бы, представителей жителей Ц1. Нас очень много, нас очень много домов. И сегодня мы пришли в студию обсудить. Я считаю, что для нас, для жителей Ц1, это огромная проблема. Да, мы послушали сейчас вас. Хорошая речь, достойная, конечно. Тенге банк. Проект у вас очень красивый. Компьютерная графика. Да, все это очень красиво. Преподнести мы можем все, что угодно. Но сейчас мы пришли обсудить ту тему, о которой мы уже неоднократно давали интервью с Абу Алине Азметовым. Мы давали многим блогерам свои выступления, мы пытались достучаться до верх стоящих инстанций, но почему-то пока это происходит тщетно. Вот сейчас мы хотим, у нас мы все родились и выросли на Ц1. Нас очень много. Мы все многодетные мамы, у нас у всех есть дети, которые непосредственно, вот то, что вам показывали парк, мои дети выросли там, и не только они, а многие дети, жители Ц1. У меня, например, маме 88 лет, она вечером тоже хочет туда выйти и погулять, и просто подышать свежим воздухом. Но почему-то вы у нас, уважаемый Тенге банк, хотите эту привилегию отобрать. А почему? У моих детей конкретно. Почему мы не имеем права туда просто выйти и подышать? Мы хотим оставить эту, как бы, сторону, вот этот парк матери и ребенка, мы хотим оставить за собой. Неужели я считаю, что мы этого не заслуживаем? Не заслуживают наши дети дышать просто хорошим воздухом и кислородом? Почему нет? У вас есть много других земель, где вы можете ваш проект превосходный построить там. Почему это нужно вместить именно возле наших домов? Вот у меня к вам вопрос. Почему? Есть много других мест. Я не знаю, мне кажется, ваши вот эти вот потенциальные ресурсы и вашу всю финансовую мощь можно отправить в другое русло, нежели Тенге банк нам рядом не нужен. Вот честно, это мое мнение. А тем, единственное, не согласен с вами, не достучались. Вы достучались, вы сейчас здесь и в прямом эфире. Да, да, да. Простите, да. То, что мы сегодня здесь находимся, а то у нас почти благодарны. Нет, я не из-за того, что благодарны, а, естественно, мы вас слушаем. Мы, например, хотим остаться и приватить за собой, за нашими детьми. Пожалуйста, единственное, просьба, когда отвечаете на микрофон, говорите, пожалуйста. Пожалуйста, вы хотите ответить или как? Я думаю, это был риторический вопрос. Да, это, скорее всего, да, риторический вопрос. Пожалуйста. Добрый вечер. Ну, я опять повторюсь, как вот мы сейчас видели из ролика. Я бы хотела подчеркнуть еще другой аспект нашей проблемы. Дело в том, что на вот этом маленьком клочке земли, небольшом сквере, хотят построить два здания. Вот оппоненты, наверное, вы только об этом узнали. Вы, наверное, этого даже не знали до этого. Не знаю, вот Хакимьят-то, наверное, знал, уже есть у них разрешение, якобы они какие-то бумаги нам показывали. Это 07 Га, вот такусенькое место, и туда сейчас будет поставлен банк Тенге-банк. А с этой стороны вместо кафе Нур маленького под видом реконструкции, они вот так и преподносят себя, как реконструкция кафе Нур, на самом деле хотят построить 16-этажное здание, жилой дом с многоуровневой подземной парковкой, буквально в 10 метрах от нашего 9-этажного дома, что вообще неприемлемо ни по каким строительным нормам. Естественно, как бы вы нам сейчас красиво ни говорили, ни обещали, парк будет уничтожен. Хотим мы этого, не хотим, как бы мы ни старались, он будет уничтожить две огромные стройки, вот это маленькое место просто не выдержит. Когда эти деревья вырастут, как они вырастут, вырастут ли вообще, это ещё очень-очень большой вопрос. Поэтому мы категорически против строительства в этом маленьком месте вообще чего-либо. А так, проект, конечно, превосходный, почему нет? Да, пожалуйста. Да, на самом деле, действительно, на самом деле я вам отвечу так. Мы сами не хотим, чтобы кто-то рядом с нами ещё срёлся, очевидно. Вот наконец-то обведение лечения. Но я там совру, если я скажу, что я не видел того проекта 16-этажного, о котором вы говорите. На самом деле, ко мне за этот период обращалось много людей, говорили, что они на этом месте тоже строят, и показывали мне разные проекты. То есть много людей обращалось, в том числе показывали на месте Кафе Нур проект. Но мы тоже обращались, я говорю информацию, которую я владею, обращались в Хакимиад с данным запросом, действительно ли там предполагается строительство второго этого объекта. Нам ответили отрицательно. Я вот передаю слово, наверное, к представителю Хакимиаду, чтобы они дали свою информацию. Уми, так да. Я хотел добавить кое-что, то, что после выделения земельного участка Тенгебанка, как вы говорите, 70 соток, после него не было никаких проектов, согласован или утверждён Хакимиадом города. То есть до настоящего момента не поступило никакого обращения по строительству, как вы говорили, 16-этажного здания возле девятиэтажки. Откуда такие разговоры тогда? Ну да, мы только что от вас услышали, и мы уточним, мы уточним этот вопрос. Да, пожалуйста, потому что они пришли уже разговаривать с нашими жителями, извините меня. Хотелось добавить то, что компания Тенгебанка была выделена 70 соток. Из них изначально было поставлено требование Тенгебанку, что из 70 соток они обязаны посадить здание на 40 соток. То есть остальные 30 соток там будут находиться, они должны создать рекреационную зону, зелёную зону, то есть такую прогулочную зону для населения. Пожалуйста. Да, я хотела бы продолжить, если можно. Меня зовут Дильдар Исламов, я тоже житель квартала С1. Мы всё говорим С1-С1. Аслан, это очень большой и довольно давний район. Мы реально, вот и Азамат-Океа, и Крам-Океа, мы выросли в этом районе, и он действительно был очень гармоничный. Он уже был построен в 80-х годах, фактически в 80-м, в 81-м годах последние дома построили, и он был как законченный проект. И у меня сейчас, честно, сплошные эмоции. Мне действительно очень больно видеть, во что превращается наш уютный жилой квартал. Во-первых, у Митакеа я всё понимаю, но могу выразить недоверие к определённой степени вашей работы. Я имею в виду, может быть, многие службы, которые задействованы в выделении земель, в определении этажности здания, его качества и прочих моментов. На самом деле сейчас уютный жилой район С1 превращён в административный жилой район. И для нас, жителей, это крайне неудобно. У нас огромное количество общепита появилось, вы это знаете. Первые этажи с огромной скоростью превращаются в бизнес-офисы, потом они превращаются в кафе. И сейчас там очень-очень много фастфуда, кофеен, небольших забегаловок и так далее. К чему я это говорю? Это всё привлекает огромное количество посетителей. Наши дороги перегружены. У нас, вы знаете, не очень широкие трёхполосные дороги, из которых по две полосы с двух сторон уже превращены в стоянку. Да, это парковочное место. То же самое наблюдается среди тех домов, которые непосредственно прилегают к вашему проекту сейчас. Если вы там проедетесь в период с 8 утра до 10 утра, и вечером с 5 до 7 там просто невозможно за 2 минуты, за 3 минуты, как мы раньше проезжали, пересечь определённые улицы. Они перегружены. Они перегружены людьми, машинами, мусором. К сожалению, у нас это тоже большая боль. Я думаю, что это требует отдельной работы. Мы все умеем тут хорошо создавать комиссии, наблюдательные там, я не знаю, органы и так далее. Почему бы нам не обратить внимание сейчас на то, что наш город очень сильно замусорен. И появление новых зданий, привлечение новых посетителей, новых машин – это опять-таки увеличение количества мусора на вот этой вот квадратуре. Тем более, что в той линии, в которой вы сейчас хотите построиться, уже появился экопарк. Он тоже безумно перегружен по одной очень серьёзной причине. На С1 практически нет детских площадок. Между домами всё время пытаются что-то построить. Это лишает нас стояночных мест, это лишает нас детских площадок. Я уже не говорю о здравительных зонах и зелёных зонах. Вот в этой линии экопарк. Затем построили уже бизнес-центр. Нам баннеры обещали, что там будет большой образовательный центр, детская академия. Но в итоге там небольшая территория выделена под детскую академию, и большая часть под торговые точки. Там спортивные магазины, аптеки, какие-то другие магазины, офисы. Висит огромное количество плакатов о том, что сдаются площади. Это, опять-таки, привлечение дополнительных посетителей на этот пятачок и дополнительных машин. К этим домам, где живут мои соседи по кварталу, невозможно проехать даже сейчас. Вы на два года закроете эту территорию вообще. Им совершенно будет невозможно проехать, потому что там будет тяжёлая техника, пыль, строительные какие-то ваши, я не знаю, вагончики и прочие аксессуары любого строительства, которые, ну, года на два просто лишат. Вот и вашу маму, и наших детей, и всех, я не знаю, людей, которые там живут, элементарно удобного подъезда к собственному дому. Понимаете? А помимо того, что возникают эти бизнес-центры, у нас как грибы начинают расти маленькие передвижные, опять-таки, общепитовские точки. У нас огромное количество кофе на вынос, огромное количество каких-то бутербродов, пиццерий и так далее. И это всё растёт как снежный ком. И отсюда у меня резюме. У меня глубочайшая просьба к хакимиату города Ташкента просто серьёзно взяться за гармонизацию всего, что происходит в городе в плане строительства. Нет гармонизации. У нас вместо кинотеатра вырос жилой девятиэтажный дом. Это на месте бывшего кинотеатра 30 лет в ЛКСМ. Это было вообще историческое здание. Ну ладно, что было, то было. Сейчас этот дом заселится. Опять-таки, первые этажи уже повесили объявление, что это будут новые торговые площадки. И у нас просто район совершенно станет неуютным для проживания. Он спальный район, он жилой район. Там огромное количество жителей, которые купили свои квартиры для того, чтобы спокойно проводить своё утреннее, вечернее, либо там повседневное время. И вы нас сейчас этого лишаете. И ещё, исходя из того, что вы сказали, для меня сейчас большая новость, что проект Мирзулок Бэк Сити до сих пор существует. Мы думали, что его уже просто нет в природе. Потому что были очень большие прения, насколько я помню. Были встречи Хакима Горда с жителями. И, насколько я помню, Хаким Горда принял позицию жителей. И этот проект был, насколько я могу ошибаться или нет, аннулирован. Да, сейчас, Зелдар, именно по этому вопросу умительно уточнение делайте, чтобы неправильной интерпретации не было. Последний ваш вопрос. Хочу уточнить то, что проект существует. Но было сказано то, что по согласию жителей будем реализовывать проекты. Если вы как раз участвовали в том митинге, в той встрече... Нет, к сожалению, меня там не было. Поэтому мы и собрались. Прежде чем реализовать хоть какой-то проект, мы в первую очередь поэтапно хотим обсудить это с жителями, которые проживают рядом, и активистами. Можно, да, я скажу на то, что вы сказали по поводу проекта. Дело в том, что мы все выходили на этот пикет. 700 или 800 человек, я не ошибаюсь, мы все жители Ц1 вышли. Это был февраль месяц, 19 февраля, как сейчас помню, когда Хаким приехал, Артык Хаджаев. Мы все сели в автобусы и весело поехали в зал. У нас у всех есть записи того, где Артык Хаджаев нам лично на собрании говорит, что никакого сноса Ц1 не будет. Эта запись у нас у всех сохранена. Как оно и есть. Конечно. И на это я вам хочу сказать, что все люди кричали в зале. Мы отправляем все это, ваши слова, в СМИ. И, пожалуйста, нужно сдержать свое слово. Я считаю, что нужно стоять до конца. Мы не собираемся отдавать свои дома. Они сносу не подлежат. Проект Мирзолубек-Сити в том формате, о котором говорила Дильдар, он отменен. Сноса никакого не будет в проекте Мирзолубек-Сити. Этот вопрос закрыт. То, что сказал тогда Хаким города Джохан Герабидович, так и остается. То есть именно в данном проекте Бизнес-Сити нет ни единого сноса. Это вот как тогда он вам говорил. Сейчас я его слова тоже подтверждаю. А почему тогда Тенге-Банк, новое здание, называют частью Мирзолубек-Сити? Потому что проект, если вы помните, изначально вот этот проект, он очень длинный был. И вот это место тоже было. Но в этом месте, как я понимаю, нет сноса. Если не иметь в виду, что там будет снос деревьев. Мирзолубек-Бизнес-Сити, это было от детского мира еще до Юпи-Пакюля. Огромная территория. Вопрос о сносе вообще отпадает. Была по-больному тогда. И лишение сноса, именно лишение, как говорится, жилья, именно в таком плане, такого нет в проекте Мирзолубек-Сити. Да, друзья, я единственное, мы уходим в общее. Просто упоминание Мирзолубек-Сити, оно уже вызывает некий негатив. Что значит, дизайнер, я сразу же о глобальном. Я тоже, пока микрофон этот. Изначально я увидела такой настрой, как бы и жители, и господин журналист пришли как бы на баттл, или как на борьбу. Я бы хотела сказать, что мы, я имею в виду, что наша команда как представитель Хакимиата, как представитель бизнес-Сити, дирекции, инвест, представитель инвестора, мы, вы не считаете, что мы по разные стороны. Мы, наоборот, за то, чтобы мы сейчас работали вместе. Программа не зря называется Муроса и Мадора, да, которая переводится как компромисс. Мы пришли сюда именно договариваться, услышать вас и быть услышанными. И вы, как представители той интеллигенции Ташкента, никто другой, наверное, умеет договариваться. Я уверена, что в конце этой программы мы найдем какой-то именно вот этот компромисс. И потому что инвестор уже вошел, инвестор международный, иностранный, да, у него уже есть какие-то, он уже вложил деньги, какую-то сумму. И, ну, немножко будет неправильно вот так нападать. Я имею в виду себя как гражданина тоже. Вот именно что я хочу сказать, что нападение именно здесь бесполезно, потому что мы тоже как жильцы, мы тоже живем в этом же городе. Ирода, у нас есть шансы сейчас, допустим, как один из вариантов компромисса, рассматривать то, что проект строительства именно на этом участке будет отменен? Это тоже достаточно возможный один из вариантов компромисса. С вашей точки зрения, это имеет место быть? Микрофон возьмите, пожалуйста. Мы настаиваем на том, чтобы зеленая зона оставалась. Это вопрос просто принципиальный, и, как говорит классик, торг здесь неуместен. Понимаете, мы для этого все сюда пришли, чтобы просто поставить точку, и чтобы вы нам сказали, что вы оставите в покое. Почему? Ну, для нас это компромисс. Любое решение, где кто-то идет на уступки, это уже есть компромисс. Добрый вечер, здравствуйте. Я хочу сразу вам объяснить о том, что, в принципе, мы не против вашего банка, мы не против инвестиций, мы не против создания рабочих мест в нашей стране. Мы за, мы против того, чтобы данное здание находилось в том месте. Объясню почему. Были слова, просто тезисно скажу. Согласен с этим, с этой позицией, то, что можно деревья выкопать, их пересадить и так далее. С другой стороны, вы же оттуда их выкапываете, то есть там их не будет. То есть те люди, которые там проживают, не будут какую-то элементарную защиту обладать. Потому что до этого на встречах, вы, наверное, не видели, я объяснял сотрудникам Мирзолубецкого хакимиата, элементарные вещи о том, что одно дерево банально в себя вбирает один тополь до 30 килограмм пыли. Это данная Академия наук Республики Узбекистан. Ели, которые там расположены, это фитонциды. Сейчас осень, это уже парагриппозный период. Плюс коронавирусная эпидемия, которая есть. И, не дай бог, но вторая волна, она уже здесь. И сейчас, да, я врач, да, очень приятно, Виктор Владимирович Топч, я врач-кардиолог. И вот эта пыль, вот эта пыль, это дополнительный фактор того, что люди, которые там будут жить, они будут подвернуты большему риску заражения. Гриппом, коронавирусом и еще всем остальным. Елки, которые оттуда будут пересажены, может, в другое место. Хорошо, я не спорю. Опять-таки не будут давать тех полезных веществ для защиты людей, которые там проживают. В этом огромная проблема. То есть проблема не в том, что мы против банка, мы против рабочих мест. Нет, мы против именно данной локации, чтобы эту локацию трогали. Совершенно верно. Ну, поскольку тут уже внесли ясную прозрачность, что мы не против банков, не против сотрудничества с Казахстаном, даже наоборот за, потому что с Казахстаном у нас всегда были наилучшайшие отношения, особенно в сфере науки. Тем не менее, мы этот парк отдавать не намерены. Вы говорите, что вы займетесь озеленением, что будут высажены тысячи, пусть миллионы деревьев. Но в экологии это называется утилитарный подход. То есть ваш банк здесь получается в центре событий. Сейчас вы нам представили типовой проект банка. Нет возможности вдаваться в технические подробности, хотя мне очень этого хотелось. Вы, тем не менее, уберете всю эту парковую зону, вы нанесете серьезный ущерб экосистеме. Я уже говорила на эту тему, что основная функция экосистем – снизить антропогенные нагрузки. Вы здесь их только повысите. Еще за счет добавления вы сделаете из этого парка, пусть это не 0,7 га, пусть это будет только 0,4 га, вы сделаете из этого площадку строительную, где начнутся все прелести с выбросами в атмосферу, с потенциальным загрязнением подземных вод, соединение подземных вод с канализационными стоками. И к чему это приведет? Это приведет не только к экологической, но и к гуманитарной катастрофе. Пострадаем мы все, и вы в том числе. Вот мы уже с 15 августа находимся под прессингом. Мы вот только сейчас, благодаря вам, оказались здесь в столь приятном обществе. Нам говорили – не выходите, не возмущайтесь. Вопрос уже решен, проект уже обсужден. Принято решение. Никаких документов мы не получали, мы их добывали сами. Как вы представитель очень развитой демократичной страны, где полностью соблюдаются все демократические устои, как вот вы смотрите на такую ситуацию? Ну, это тоже чисто риторический вопрос. Это недопустимо ни с морально-этических, ни с позиций прав человека. И еще. Насколько мне известно, в Казахстане проводится зеленая экономическая политика. То есть вот такие вот вещи, насколько я понимаю, приоритет банков, каких-либо других структур на территории зеленых зон, он просто, ну не то что недопустим, это здесь мы сейчас боремся на уровне законов, а там даже менталитет уже не позволяет это делать. Тем не менее, такая проблема существует. И еще очень серьезный вопрос. Узбекистан в 2015 году подписал Парижскую конвенцию о изменении климата, где как раз-таки основной упор и основными моментами делаются зеленые насаждения. Это не только дикая природа, и это в том числе и расширение городских экосистем, для того, чтобы снизить эффект глобального потепления и также в какой-то хотя бы степени нейтрализовать их последствия. То, что сейчас вы рекомендуете, это все прямо противоположно тому, что происходит. Также сейчас разработана обширнейшая программа ООН. Ее исполнителем является Всемирная организация здравоохранения и, насколько я знаю, Всемирный банк реконструкции и развития о чистоте воздуха. Потому что в основном все болезни в мире проходят именно из-за загрязнения атмосферы. Опять же, возвращаясь к тому же, то, что предлагаете вы, это в тысячекратном размере повысит наши риски. То есть никакого благополучия мы не будем видеть. Поэтому здесь компромисс может быть только в одном, что вы все-таки выберете другую площадку для строительства в городе. Вот вообще следовало вот с этим прекрасным типовым проектом прийти сначала к жителям и обменяться впечатлениями. Тогда вы не потеряли бы время, не вошли бы в расходы. А мы бы вам объяснили еще ту очень сложную специфику природно-антропогенного характера, с которой вы, если, не дай бог, будете строить, ну, в чем я вообще очень сильно сомневаюсь, вы столкнетесь. Вы столкнетесь. И поверьте, я по специальности инженер-гидротехник, и поверьте мне на слово, что там вы просто не сможете ничего построить. Это уже было ни одно, даже ни одно пыталось даже ни один десяток лет. Ничего не получилось. А что, кто-то еще до этого пытался там построить? Девятиэтажка, москвичи, девятиэтажка. Там же был вот этот проект, который идет вот на Хамиде Алимжана, вот, 18-этажные дома. Они же планировали с кольцом сделать. И представляете, сейчас мне не надо говорить, какие новые технологии. Опыт и вообще уровень мастерства москвичей, которые смогли это все начать после землетрясения, восстанавливать, и нынешний. То есть потом там на этом месте пытались построить девятиэтажку, пятый дом, вот, Сабина, оттуда. Ничего не получилось. Давайте. Можно я поднялся? Так что мне... Я прошу прощения, передача не только одного человека, но... Нет, мне вот про новые технологии рассказывать не надо. В следующий раз расскажешь, будет очень интересно. Пожалуйста, есть у кого? Я, наверное, прокомментирую, вот, или отвечу на те комментарии, которые я услышал. Если я что-то забуду, вы мне там подправьте. На самом деле, действительно, согласен с тем, что С1 – это такой очень хороший, хорошо спланированный район. Я там очень часто сам хожу пешком. Бывает у меня там раз в неделю с работы на работу. Мимо этого места и мимо там и по экопарку гуляю, и там, и там. В принципе, это такое, можно сказать, излюбленное место всех горожан. Я согласен с теми вопросами, которые вот... И то, что очень стало много машин в этом районе, и очень много там коммерческих точек. Вот, то, что касается верхней части проезжей, где сейчас, которая сейчас благополучно превратилась в парковку, как я понимаю, мы, значит, с этой дорогой планируем... Это не в наших компетенциях, мы ничего там делать не будем. Хотя, конечно, ну, те машины, которые там запаркованы, я так понимаю, это не машины жителей этих домов, это чьи-то другие машины, которые там с утра появляются и вечером выезжают. Жители, посетители? Ну, я не буду удержать смело. Значит, то, что касается наше планирование, как вот посетители этого офиса или же работники этого офиса будут заезжать, то они будут заезжать только с улицы, значит, Абдулла-Кадыри, с этой нижней части, там будет специальный въезд сразу в парковочную зону, которая будет тоже под зданием. То есть вот эта территория, которая, значит, сверху, вот в этом переулке, мы никак не планируем использовать ни в качестве парковок, ни в качестве каких-то подъездных путей, там, и так далее, и так далее. Они будут приходить или же там пешком, или же те, кто на машине, они будут заезжать только с нижней, вот, с Абдулла-Кадыри. Ну, потому что, если вы спрашиваете, пожалуйста, микрофон. Потому что припарковаться можно будет только на гостевой парковке, которая находится у нас, будет находиться расположена внизу, Я прошу прощения, я вопрос его озвучу, я без микрофона спрашивал. Почему вы уверены, что будут подъезжать только с той стороны, с которой вам бы хотелось? Кто запрещает посетителям подъезжать с задней стороны? У вас будет какая-то вывеска, что сюда заезжать нельзя, или что посетители там имеют право заезжать только с той стороны? У нас будет, да, действительно, вывеска, что гостевая парковка и машины можно будет оставить только в гостевой парковке, которая будет расположена на уровне с нижней уровня земли. Ну, это смешно, честно говоря, я думаю, вы понимаете, что это смешно. Я понимаю ваш сптицизм. Когда стоит здание, ждать того, что они подъедут только с той стороны. Здесь вопрос, опять-таки, согласования с Хакимятом, вот это планировочное решение, вот это все его пространство. Если, например, возможно, мы можем вот эту всю дорогу, где сейчас паркуются машины, превратить в пешеходную зону просто, и чтобы там не было никакой дороги, если на то пошло. Мы заезжаем с этой улицы к себе домой. Напротив вашего, вот и я, и Кром, да, мы живем напротив парка. То есть мы заезжаем по этой улице. И у нас во дворе, да, машин, конечно, сейчас у всех машин почти у каждого жителя. Не хватает нам места во дворе для того, чтобы поставить машину. Но я хотел сейчас не только об этом сказать. Азамат Абдураимов, я вот житель как раз напротив вашего дома. Я хочу сказать о том, что действительно мы очень хорошо относимся к нашим соседям и братьям-казахам. Я думаю, что у меня много друзей, там я сам футболист бывший, мы играли и с Кайратом, и в Астану ездили. Я не думаю, что какой-то узбекский банк вдруг придет в Алмате и в самом каком-то центре места, и снесется парк. Никто это не даст сделать. У меня здесь получается, вот мы сейчас послушали, что дома не будут сноситься. Значит, если жители дали отбой, дали бой Хакимиату, и получается так, что теперь дома сносить не будут, но будут сносить зеленые зоны. Я живу в Мирзулбекском районе. Я еще раз говорю, я сейчас тренер по футболу. У нас в Мирзулбекском районе снесли 4 стадиона. 4! Это только в нашем. Это парк Тельмана уничтожен стадион, стадион на центре Луачарского. Потом 4 стадиона. Где мальчишкам выходить и играть в футбол? Где им гулять? Где им заниматься спортом? Понимаете как? То есть, например, вот сейчас был момент, когда карантин, и экопарк был закрыт. Тем более, если вы сами там бываете. Значит, люди, и мы все, кто жили рядом, я с сыном выходил как раз вот в наш парк. Вы сейчас там построите здание. Мы, опять же, не против того, чтобы были инвестиции, или парк, или банк построен. Но хакемиат, не вы, а хакемиат должен дать вам место другое. Потому что здесь уничтожается зеленая зона. То, что вы выкопаете эти деревья, они будут уничтожены. Мы провели 15 марта, вот и Фуркатакя был, и Абу Али был, и представители Мирзулбекского хакемиата были. Мы провели там субботник. Посмотрели все, сколько деревьев есть. 200 деревьев. Из них больше половины, это деревьев 40-50 лет. Они не подлежат уже пересадке. Вы нам просто втираете очки. Их невозможно пересадить. Маленькие деревья, которые, да, пересадить можно. Просто давайте не обманывать друг друга. И если у нас действительно хорошие отношения, я думаю, что это будет правильно. То, что если банк будет поставлен в другом месте, и вас не будут проклинать жители. Я думаю, что этого не хотите. Жители С1, жители, кто рядом там живет. Никто не будет говорить, что Тенге-банк, у которого наверняка есть хорошее реноме и хороший имидж, попадет в такую ситуацию. Тем более, что у вас банк на Паркенском базаре, находится ваш банк. Зачем напрягать так людей? Вот это я не понимаю. Чуть-чуть, я прошу прощения. Сейчас, сейчас, минуточку. Я добавлю чуть-чуть буквально, чуть-чуть. Когда я сюда выезжал, у нас очень много пожилых соседей. И просто скажу для информации, опять-таки вы к этому не имеете отношения, чтобы вы знали. Люди пожилые выходят именно на эту территорию, но выходили до разбора брусчатки. Те, у кого проблемы с сердцем, у кого проблемы с нервной системой, после инсультов. Там спокойно можно гулять. Там нету такого сильного потока машин. Спокойно можно выйти, пройтись, подышать воздухом. Есть рядом экопарк, замечательно. Но для пожилого человека это весьма... Ну и далеко, да. Там очень народу много, кучка большая и так далее. И когда на одной из встреч, мы, так сказать, устраивали, приехал представитель Хакимиата района, и пожилая женщина спросила у него, ну скажите, пожалуйста, ну вы же как бы должны нам помогать, нам служить и так далее. Ну зачем вы это сделаете? Он ответил совершенно замечательно. Ну мы здесь банк построим, мы же инвестиции делаем, что ты еще хочешь? Вот это пожилых людей очень сильно обижает. Я обидел эту женщину, но это очень сильно обижает. Просто тоже маленькая ремарочка. Спасибо. Пожалуйста. Я на самом деле вот тоже несколько раз прозвучал в студии. Вы тоже не подумайте, нет никакой там сейчас с моей стороны обиды или там чего-то, какого-то там негатива. Я совершенно спокойно, ну то есть я очень ясно понимаю ваше беспокойство и ваше несогласие. Это очень правильно, то, что вы говорите. То есть здесь с этим спорить я вообще никак не могу. Здесь на самом деле мы там не позиционируем, даже я там не хочу себе позиционировать, то, что мы там вот иностранные инвесторы и вы там давайте, пожалуйста, там не будем спорить и так далее. Здесь мы начали работать, работаем и хотим стать частью тоже общества. То есть мы хотим быть социально ответственными, мы хотим тоже приносить свой вклад и в развитие, и по другим всем направлениям, в том числе. Для нас это очень действительно острый социальный вопрос и мы хотим выйти из него, в принципе, достойно. Да, вы совершенно верно. Спасибо за подсказку. Единственное, вот здесь такая небольшая ремарочка, еще скажу, потому что она там, пока я так понимаю, полностью не этот, ну или может быть я неправильно высказался ранее, здесь нет у нас сейчас цели полностью парк брать. Вот даже во время строительства. Только 40 соток. Ну, я имею в виду, вот сейчас были, прозвучали там слова, что вот сейчас полностью этот парк, вся зеленая зона уйдет. Нет, она не уйдет. Я вам это сейчас гарантирую, что эта вся зеленая зона не уйдет. И у нас нету там целей, и у нас там даже нету прав, чтобы она уходила. Мы не можем заступать там за какие-то границы. Мы можем на место выехать и показать, вот где наша там полоса, где нам нарисовали, вот вы здесь. И из них там еще полоса, где мы там не можем ничего трогать. Вот. Поэтому я ей предлагал вначале, там и видео было в этом. Давайте посчитаем вот на этом участке, прям с этими строителями, с подрядчиками, там сколько это все выйдет. А тут уже, Денис, ну, как вариант, это вот то, что я хотел прокомментировать. Если кто-то с Хакимиат, хочет что-то сказать, пожалуйста. Да, Наталья Семеновна. Добрый вечер. Я журналист, моя фамилия Шулепин, Наталья. Я много лет пишу на тему экологии, веду сайт экологический. Но последние два с половиной года мне приходится все больше писать о том, что захватываются дворы под застройку, поточечную, при этом вырубаются и деревья. И вот волей-неволей пришлось заняться темой, каким образом выделяются участки под застройку. Конечно, возникает вопрос к Хакимиату. Ведь именно он дал вам землю. Он вам предложил несколько участков. На каком основании? Это парк. Кто решает, что парк должен уйти под строительство какого-либо бизнес-центра? Решает Хаким. Хаким подписывает решение о том, что земля выделена. На каком основании? Земля, согласно Конституции, является общенациональным богатством. Хаким не бог и не царь. Его действия должны быть рекламентированы законом. У нас в стране до сих пор отсутствует генеральный план. Много уже лет. В прошлом году генеральный план должен быть разработан. В основании генеральный план все решения об отводе земли должны соответствовать нашему законодательству. Согласно законодательству, в районах типовой жилой застройки строить ничего нельзя, кроме детских площадок. Что происходит у нас сейчас? Земля распродается. Я не могу сказать, сколько стоит эта земля. Потому что тендера мы не видели, аукциона мы не видели, каким образом земля дается вам. Кроме того, я уже повторюсь, что в районах типовой жилой застройки, согласно нашему градостроительному кодексу и детских строительных нормативах, строить нельзя. Ну и вопрос теперь еще о том, что у нас действует закон об органах местной власти. Согласно этому закону, да, у Хакима есть право представлять землю, но его решения должны пройти утверждения Кенгаша, народных депутатов. И вот в данной ситуации, вы представители Хакимията, я хочу обратиться к депутатам нашего Хакимията и спросить их, на каком основании они утверждают вот эти застройки точные. Или они не утверждают, или у нас закон нарушается. Вот это очень важный вопрос. Потому что если это решение Хакима не утверждено Кенгашем народных депутатов, оно незаконное. Спасибо. Русские институты, Узбичи Гапрын. Да. Ну, без разницы. Я лучше на русском объясню. Хорошо. В 2017 году, когда был создан проект Мирзо-Улубик Бизнес-Сити, в тот момент был разработан геймплан. Насчет геймплана города я комментарий не имею, то есть ничего не могу сказать. Над этим уже работают при Министерстве строительства. Но по данному проекту я могу сказать, что протяженностью 7 километров был разработан проект и был презентован к концу 2017, в начале 2018 года была проведена грандиозная презентация, большая презентация в целях привлечения инвестиций, иностранных инвестиций. И в тот же момент были привлечены много местных компаний, местные банки, зарубежные компании, в том числе и зарубежные банки, финансовые институты и банки. В начале 2018 года уже была проведена презентация, и были определены инвесторы, которые дали свою заинтересованность, подали перечень документов, которые в установленном порядке, и были распределены участки. Но в тот момент, когда уже было решение таким им городом об отмене сноса жилых и нежилых зданий по этому проекту, то есть остались только участки, участок, который подал заявку к Тенге-банк, и им было представлено данный заменный участок. Конечно, презентация, шикарная презентация, это, конечно, здорово. Но мы сейчас говорим о том, что живем в правовом государстве, и в правовом государстве должны исполняться законы. Наталья Селдовна, сейчас речь идет о том, что на тот момент, когда Хаким принимал решение, он соответствует по тому законодательству, что и существовало. По нынешнему законодательству, естественно, через ЕАУКСОН все это идет. Извините, я тогда дополню. Значит, на тот момент действовало 1166-е постановление Кабинета Министров, согласно которому все проекты городские в отсутствие генплана должны были проходить утверждение специальной правительственной комиссии. Поскольку я въехала в эту тему, я писала о многих точных застройках, оказывается, что на ту пору еще был Хаким Усманов, ни одно решение о выделении земли не приходило утверждения со специальной комиссией. Вот поэтому могу просто привести в качестве премьера Махалю Юнус Раджаби, которая выиграла с шумом процесс, потому что они доказали в суде и прокуратура генеральная их поддержала, что не было решения специальной правительственной комиссии. В отсутствие генплана она была обязательна. Сейчас доказательство изменилось, но никто не отменял закон об органах местной власти, согласно которому все решения Хакима должны пройти утверждение Кенгаша народных депутатов. Я прокомментирую, я отвечу на ваш вопрос. Согласно постановлению президента республики Узбекистан 3895, а также постановлению Кабинета министров 461, по данным проектам есть регламент о вытащении земельного участка, утвержден административный совет, как вы говорите, Кенгаш, есть свой Кенгаш, который определяет инвесторов. Чтобы закончить дискуссию, все-таки закон приоритетен, закон приоритетен, а потом уже ниже идут постановления президента, админа и так далее. Хакима, первое всего закон. Можно мне тоже добавить буквально как раз продолжение той темы о законах. Если как бы я так понимаю, что наше выступление можно разделить на две части. Первая часть это, скажем, эмоциональная и я бы хотел сделать упор на второй части, на законодательной. В курсе ли вы господин управляющий и господа представителей Хакимиата о том, что решение Хакима города господина Артых Хаджаева нарушает ряд законов. Думаю, что вряд ли. Я могу вам их перечислить. Я ужасно не люблю сам, когда кто-то читает по бумажке. Но это как раз тот случай, когда я должен прочесть по бумажке. Самое первое нарушается Конституция Республики Узбекистан, основной закон. Статья вторая в части неучтения воли и интереса народов. Статья 50 в части бережного отношения к окружающей природной среде. Статья 54 в части причинения ущерба экологической среде и нарушения прав и охраняемых законом интересов граждан. Второе. Нарушен закон об охране природы. Статья 4 нарушен принцип обязательности экологической экспертизы. Кстати, хотелось бы узнать у вас была ли экологическая экспертиза. Если она была, то на это есть закон об экологической экспертизе, где сказано, что одной из главных процедур экологической экспертизы являются общественные слушания, где общественность выражает свое мнение по поводу целесообразности того или иного градостроительного изменения. Судя по тому, что у нас никто ничего не спрашивал и судя по тому, что мы и есть общественность или представитель ее, экологической экспертизы ее не было, либо она была проведена с нарушением закона. Дальше, значит, есть постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан номер 949, оно в продолжении закона о экологической экспертизе, оно рассказывает как раз тоже о том, что обязательно должны проходить общественные слушания. Могу сказать, что это в приложении номер 1, глава 4, статья 14. И самое главное, есть такой, скажем, главный закон в плане градостроительства, он называется градостроительный кодекс, и на основе его разрабатываются градостроительные нормы и правила. Те постановления Кабинета Министров, а также постановления и решения Хакимиата или Хакима, которые вы перечисляли, если вы в курсе как бы иерархии законов, они находятся ниже законов. На первом месте стоит Конституция, на втором месте законы и кодексы, и дальше идут ведомственные постановления, решения и так далее, в том числе решения Хакимиатов. И выше всего всех вот этих постановлений, о которых вы говорите, стоит градостроительный кодекс. И в градостроительных нормах и правилах в пункте 10 говорится, что размещение зданий, сооружений и коммуникаций не допускается на землях зеленых зон городов, являющихся защитными, вернее, несущими защитные и санитарно-гигиенические функции и являющимися местами отдыха населения. Я думаю, что это жирная точка на, скажем, вопросах, будут ли компромиссы или нет, потому что возникает два таких очень важных момента. Первый момент, что нарушается закон, и в этой связи будет ли продолжать свою деятельность по проектированию и строительству Банк Казахстана, если это все противоречит закону. И второй момент, что Хакимиат никоим образом не слушает свое население. Я бы сказал еще так, что очень символично, что представители Хакимиата сидят не по эту сторону, а по ту сторону, где деньги. То есть они сидят не там, где источник власти, то есть народ, а по ту сторону, где источник денег, банк. Я ни в коем случае не имею лично против вас. Не совсем. Ну, дай бог, чтобы я ошибался. Символично. Я рядом с вами стану. Да, да, символично. Я очень надеюсь, что придет такой день, когда вот на таких слушаниях представители Хакимиата будут сидеть рядом с нами, потому что не совсем понятно, как бы, чьи интересы отстаивает тот Хакимиат, который, ну, скажем, относится к нашему городу. Вот это все, что я хотел сказать. Спасибо. Пожалуйста. Умит, это не в обиду, просто ничего личного. Можем пересесть. Было бы здорово. Ну, как вы говорили, мы вот пришли к тому, что инвестор, представители дирекции и вот общественного совета, приходим к диалогу. Как вы говорите, то есть, нарушение законов, но на данный момент, до настоящего момента, например, инвестор не приступил к строительным работам, то есть, не огородил территорию. Они еще на данной площадке ничего не начали, но мы уже переходим на тот этап, который уже пришло время идти к диалогу с народом, то есть, с населением проживаешь на этой территории. Вы немножко некорректны, Умит. Дело в том, что вы уже, получается, как хакимиат, начали подготовительные работы к тому, чтобы пришел застройщик и продолжил уже строительство, потому что, как сказали и как показывает видео, уже брусчатка снимается, кто дал распоряжение и какая служба нашего города снимает. Поливочная система была демонтирована. Демонтируются тротуары. Это будет интересная информация. Крайне некрасиво все это было сделано. Крайне некрасиво. Почему? Во-первых, по ночам, я прошу прощения. Во-вторых, сотрудники, когда мы вышли разбираться, что вообще происходит, были в состоянии алкогольного опьянения. Нам приходилось милицию вызывать, потому что там вообще непонятно, что происходило. Очень шлейф такой за отчет этого был. Очень такой некрасивый. Ну, по данному случае, хакимед города и инвестор не являются заказчиком. То есть, по удалению брусчаток и удалению поливочных труб, мы об этом не в курсе. В таком случае, я думаю, имеет смысл подать это не по нашему заказу. Это правда. Действительно, банк об этом ничего не знал. Ну, это же все видно на видео. Действительно. Это правда, да. Когда эти работы начались, банк обратился к нам, и мы же в ответ тоже сказали им. То есть, мы думали... Я прошу прощения, а когда приезжала медиция... Мы уточнили это, по нашему мнению, это получается, сейчас об этом мы разберемся еще отдельно. Почему? Потому что жители правы... В каком смысле, Аслан? Я с вами об этом тоже разговаривал до этого. Он абсолютно не в курсе этого дела, но у людей ощущение такое. Пришли сначала, брусчатку убрали, все, тихо, ушли. Потом срезали другую вещь. Пурхатокия, вы здесь подчеркиваете еще одну вещь, которую я тоже хотела бы добавить. У нас отсутствует полная гармонизация общих действий. То есть, вы сейчас не в курсе, что брусчатка снимается. Кому тогда обращаться? В милицию заявление подавать? Я прошу прощения, можно сейчас? Там же в оранжевых жилетах ребята снимают брусчатку. Мы обращались в милицию, мы обращались в милицию, приехала милиция, нам сказали о том, что заказчик района Хакимияд, не городской, район Хакимияд, они приказали, а получается у нас район Хакимияд делает то, что хочет, а вот этого честно не понимаю. Нет гармонизации, вы понимаете, среди всех структур, которые занимаются подготовкой площадки для строительства и работы с населением, нет вообще гармонизации. Вот что мы хотим до вас донести, и здесь нету никакой как бы вашей вины или какого-то негатива к вам лично, потому что у нас есть свои проблемы, с которыми мы изначально должны разобраться, и только после этого приглашать инвесторов и предлагать им какие-то территории. Я вот такой комментарий дам вышесказанному касательно законодательства. Мы на самом деле проводили там экспертизу юридическую, мы ее еще, наверное, повторно проведем, учитывая ваши комментарии, потому что ни в коем случае нам здесь нельзя нарушать законодательство действующее. То есть с этим я категорически согласен. Мы можем только действовать в правовом поле. То, что касается действительно этих работ, которые уже проводятся на земельном участке, для меня это действительно было неприятным сюрпризом. Я вот на видео, когда давал вот это мини-интервью, мне тогда сказали, что вы знаете, что там на самом деле работа проводится, показали мне тут же кадры, я тут же стал звонить в Хакимят и выяснять, что такое, что происходит. У нас и сейчас, и до последнего мы, вот от меня там ждут там отмашку. Я вот всем вам сейчас говорю, ну это вот на всю страну, можно сказать, мы не будем начинать никаких работ, пока мы не придем к согласию. То есть ни ограждения не будем ставить, ни один там работник от нашей подрядной организации не зайдет, пока мы не найдем согласие и какой-то компромисс. Это вот, я могу вам здесь публично сказать. Это очень сильное заявление. спасибо. В Фуркатке я хотел бы поблагодарить прежде всего канал Ташкента и Хакимят городской за то, что у нас сейчас состоится или состоялся какой-то диалог. То есть, может быть, с одной стороны мы на вас немножко напали тогда, но вы нас поймите, значит, что здесь есть возмущение людей, которые живут на этом месте. И я думаю, что, еще раз повторюсь, вы не хотите имидж банка, да, такой, чтобы здесь были, уничтожал зеленые зоны и вы представляли в таком свете. И второй момент хотелось бы для Хакимята, как раз для вас сказать, что наш президент как раз во всех своих речах и во всех своих говорит о том, что должен состояться диалог с народом. Мы в городе живем Ташкент, мы его любим, мы все любим Ташкент, и вы, и мы, это наш любимый город. Мы не хотим, чтобы он стал железобетонным, мы хотим, чтобы он был красивым. И здесь вы должны нас слушать, не проводилось слушание, не проводилась встреча с общественностью. Вот эта сегодняшняя встреча, это первый шаг к этому. И вы услышали наше мнение, поэтому вы должны руководствоваться не своими какими-то распоряжениями Хакима, а то, как должно быть эта встреча, должна быть с общественностью, с людьми, которые живут там. Если люди говорят, что это не должно быть здесь, я думаю, что надо найти место, которое удовлетворяло бы Тенге банк и удовлетворяло всех, кто в этом заинтересован. Спасибо. Пожалуйста. Да, я бы хотел сказать, что мы, в принципе, тоже внутри там подумали, размышляли. Сейчас даже хотим, уже вот, когда мы начали разговаривать с питомниками по деревьям, мы хотим сейчас определить, там тоже есть определенный период, когда деревья можно сажать, то есть это не так, что просто взял, посадил. При первом же, значит, благополучном периоде для посадки деревьев новых мы хотим от себя, от банка, посадить уже именно в районе С1, можно по согласованию с вами, 100 деревьев. Вот, это несмотря, там, на начало строительных работ. Сейчас уже, там, чтобы вы видели, что наши намерения серьезные, то есть это не так, что мы там что-то сейчас скажем, и у нас нету никакого намерения обманывать, вот, были такие слова, что мы там обманываем, нет, мы никакого намерения обманывать, нет, мы сейчас уже начнем эту работу делать. Поэтому я вас приглашаю тоже, я готов поделиться своими контактами, давайте вместе встречаться, можно вместе пройтись по вашему району и вы мне покажете, какие места есть, чтобы мы там могли что-то делать, начать. Да, я, может быть, был немножко, скажем, резок своих словах, эмоций, хотя я старался их избегать, я хочу, скажем, высказать такой план, и я думаю, что это единственно возможный план для нас всех, скажем, мы понимаем, что есть общество, есть государство, есть инвестор, и должен состояться какой-то проект, который устроит все три стороны, и я считаю, что придет день, когда банк Тенге выберет другое место, я обещаю, что, скажем, я работаю в небольшой коммерческой компании, скажем, я открою там у вас счет, возможно, мы сделаем какой-то плов на новом месте, и я не сомневаюсь, что на этом новом месте банк Тенге, а может быть, еще и в других местах, посадит не одну сотню деревьев, и я считаю, что вот в этом случае банк Тенге бы поднял свой авторитет вот гораздо выше этого здания, он бы был не на 20 этажах, а может быть, очень близко к нашему всевышнему, вот у меня такое пожелание, у меня такая, это даже не мечта, а это просто такой, скажем, взгляд вперед, да, это можно назвать не я, это можно взгляд вперед, я вижу, что вы достаточно умный человек, достаточно успешный человек, адекватный, да, совершенно верно, и я не сомневаюсь, что решение, которое будет принято вами, оно в любом случае будет в рамках закона, о котором я говорил, оно в любом случае учтет несогласие жителей на строительство банка на этой территории, и оно будет в развитии вашей зеленой политики, мы с удовольствием будем гулять в ваших новых парках на территории Ташкента. Спасибо. Ну, очень заманчивое предложение сделали, очень заманчивое по поводу того, что откроете свой счет в банке. А вот сейчас, вы знаете, Аслан сказал, вне зависимости от начала или строительства, он не соприкасается, 100 деревьев в виде акта доброй воли или как бы дружеского шага, да? Я хотел бы, чтобы вы показали мне сюда. Да, а вы тоже в виде акта доброй воли вы откроете сейчас у него тоже? Мне кажется, будет еще лучше. Хоть какой-то консенсус сегодня мы найдем. Пожалуйста. Хотелось бы давать предложение Аслану Топакову, как он предложил посадки новых саженцев, то есть не саженцев, а деревьев, больших деревьев, внутридворовых деревьев, а также создание каких-нибудь маленьких детских площадок тоже, в том числе, для детей этого двора. Даже если вы не построите там банк? Независимо. В таком случае мы готовы снова вам поаплодировать. Понятно. Ну, что, друзья, будем заканчивать. Я куллимзам, по-моему, режиссер. Чуденьки, азваси, мурасаги, етвкельдек. Решите, я подытожу. К сожалению, наш друг Абалейни Азматович срочно у него встреча, он откланился, поэтому, наверное, подводить итоги буду я, с вашего позволения. Во-первых, огромное спасибо всем сторонам. Это действительно, Азаматаки правильно сказал, наконец-то вот сели, поговорили. Спасибо вам, Аслан, за вашу выдержку. Я вам так скажу, да, это непросто. С самого начала было такое, да, ощущение, но чувствуется, что ваш опыт, ваша успешность, ваша харизма все-таки покорила. Я чувствую, уже в конце уже по-другому начали говорить. Не знаю, в какую концепцию мы придем, что будет дальше, но сам факт, что этот диалог состоялся, и люди идут друг к другу на уступки и слышат друг друга, это уже дорогого стоит. Опять повторяю, что будет завтра, не знаем. Будем надеяться, что все будет хорошо, как мы все и надеемся. Но сам факт, что диалог состоялся, какие-то вопросы, может быть, мы, Наталья Всеволодовна, не ответили полностью, за что просим прощения. Иногда такое тоже бывает. Самое главное, что мы сегодня встретились и впервые в прямом эфире мы с вами обсудили этот вопрос, это к тому, что если кто-то говорит нас не слышит, нас не услышали, вас слышат, вас услышали. К сожалению, иногда уходит на это пять минут, а иногда уходит пять месяцев. В вашем случае не повезло, ушло побольше времени, но оно все-таки состоялось. Я думаю, что сегодняшняя встреча была только полезна. КОНСЕНСЦЦЦЦІК ЕДИНОМОСИОНИНИПЛЮСЛЮ НОРСАТ ОГРОМНЫЙ ЗДЕЛАЛИ. ХОРМАТЫЙ ДОСТЛАР, БУГЕНКИ КОРСАТОМЫЗДЫР КОРДИЛЯ, АСАСАН РУСТУЛДА ОТТЫ, ЛЕКЕН ХАМАЕЛЬЮ ЧЮНДИЛЯ, БУАШНАНКЕ ГЕНДЫ, ГЮДДАЯМ, БР-БРГЕ КАРАМА КАРШИ, ЗДДЕЛЯТЛИ БОЛГЕН КАРАШЛАРИДІ, БР ТОМАНДАН БАНК КРУЛЩИ, БАШНА НОГБЕТА КРУЛЮССВ, МЮМКИН ЕМАЗ. БәЛКИ ХАММА ОЗАТОМАНДА ХОЛ ГЕНДИЛ, ЕКН ПІР, БР-БРГЕ ОЧОХ, ЮЗГЕ КАРАПТЫРЫ БОЛГЕН МОЛАХАТЫДАН, ЧЮНТРЮЩЛАРДАН, Ставьте лайки и имущественны по повышениям. Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok